Привет, ребята! Или не ребята. Всем привет из Праги! Мы начали со слов «Мои красивые друзья». Все верно, меня зовут Аня Кондратьева, а это «Мои красивые друзья». Это Олег, а это Вова. И сегодня они помогут мне провести чудесный день в Праге. У меня один день, и мне нужно провести его самым лучшим образом. Ни для кого не секрет, что в новом городе можно провести время как хорошо, так и отвратительно. Желаю вам, чтобы Прага осталась в вашей памяти и в ваших сердцах, как один из самых лучших городов. И вот эти вот красавчики согласились мне помочь, чтобы дать вам максимум информации, как сделать короткие каникулы в Праге самыми незабываемыми. Я Вову попросила, чтобы он показал нам места, где можно вкусно покушать, попить кофе, например, перекусить. И потусить. И потусить, да, и чтобы это были не тривиальные места, чтобы там было поменьше туристов. И на что Вова мне сказал вот что. Вот что. Вот что, что Вова сказал. Я знаю, такие места, сказал Вова. Да, есть такие места, их есть у нас тут, и мы сейчас вам покажем. Пойдем на ту сторону, кое-что расскажу интересное. Мы сейчас пришли в самый центр, чтобы посмотреть заведение, куда можно прийти потусить. Джеймс Дин – это хоть и франшизное место, то есть можно встретиться в других городах мира. Но хорошее место, откуда можно начать вечер. Прийти поужинать, либо выпить коктейль, и потом вниз спуститься в подвал, потанцевать. Вообще, Прага тусит в разных местах, поэтому вот в этом радиусе, улица Длоха, запоминайте. Можно ходить по барам из одного в другой, в другой, в третий. Короче, весь вечер. Вообще, не нужно брать одно место, даже хорошо проявление. Не нужно, не нужно, не нужно. Обязательно нужно тусить и ходить с толпой, потому что вы тут увидите много-много людей, которые будут передвигаться. Присоединяйтесь, общайтесь в Праге, все друг другу рады. Да, но я не люблю тусить, поэтому мы идем куда? Есть. Да, есть я люблю. Суп 2 евро и какой-то мега-супер-мега-просто огромный бургер всего за 8 евро. То есть, обед 10 евро, и это вот так вот будет от пуза, еще с офигенным видом. Тут место очень классное, и вид, и да, отличные адекватные цены, вкуснейший гриль. То есть, если смотреть, ну, чтобы вы понимали, там, риска с салатом, со шпинатом, с помидорками, с багетой, и оливками, каким-то там, типа, нерой, стоит 170 крон, это 6-7 евро. То есть, это очень адекватная цена для такого крутого места. 7 евро для Европы, это очень дешево. Вот парень фотографирует. Кстати, Вова мне сказал, что сюда приходить лучше, конечно, поесть, потому что если вы просто придете здесь пофоткаться, вас, скорее всего, не будут жаловать здесь. Официанты уже, как бы, здесь научены горьким опытом того, что сюда приходили часто люди именно сделать фотографии, но это очень некомфортно для тех, кто здесь находится, потому что вы едите, и вокруг вас тут ходят люди, фотографируют, но это мешает приему пищи и не создает атмосферу. Поэтому здесь, как бы, сейчас строго с вот этими моментами. Нужно приходить, заказать еду, напитки, поесть и тогда сделать фотографии, то есть, чтобы уважали тех, кто сюда приходит именно с этой целью, с которой нужно приходить перестанно. Здесь очень вкусно, хорошо, качественно и очень красиво. Если официант вам попадется в Хамуат, сделайте ссылку, что у него тяжелый день. К сожалению, такое в Праде случается. Называется это все сведение «Танкер». Находится в центре города, напротив торгового центра «Палладиум» на крыше. Я вас просим в этой поле в Киеве. Чучку вы. И, кстати, здесь народу немного. Лучше приходить после второй половины дня, когда закончится бизнес-ланч, чтобы наверняка найти свободный стол. Супы подаются обычно в таких малых пиалах. То есть, в Чехии нет такой традиции, прям вот, навернуть борща, да, такую вот прям в тарелку, потом второе. Суп обычно это что-то маленькое, в такую жару как раз перекусить и пойти дальше. Поэтому нам приятного аппетита, а вам с линьки попускать. О да, о да. И одно еще популярное место, которое нужно посмотреть, это голова Франца Капки. Любого человека, прохожего, спросите «Франц Капка Хэт», вам укажут, куда пройти. Это в самом центре. Рядом с ним находится торговый центр «Квадрио». Можно что-то посмотреть по шопинку, ну так, в среднем, потому что небольшой выбор магазинов. И фоточку, и таймлапсик запилить вот с этим вот. Вот этой конструкцией, которая почему-то не вертится, когда мы пришли. Обязательно нужно. Очень красиво. В общем, сегодня «Кавка» не вертится. Вертимся мы. Вертимся мы вместо «Кавки». Идем на кофе. Точно, да. Пойдем пить кофе. Так, оттуда мы пришли. Вот это у нас адрес. Вот, как читается правильно. Улица Спалена, та, которую спалили. Ну а кафе вот в этой уютной, маленькой, завоющей, манящей арочке. Ну и чтобы не заблудиться, обращайте внимание на церковь. Вот она с правой стороны, очень красивая. Соответственно, если двери открыты, можно в нее зайти посмотреть, ну а потом через дорогу и на кофе. Погнали. Йо. Кавка, куда мы идем? Это кафе называется «Супер Трамп Кафе». Недавно открылось. Кайфовое место, потому что вдали от туристов нет толпы, приятные люди, молодежь. Нет Wi-Fi. Можно просто посидеть, поесть, попить. Это здорово. Да, и не социальница. Ну и сейчас все увидите, она спрятана немного во дворах и представляет собой такое что-то уютное, пражское, современное, но с душой. Ну вот мы пришли, немножко с духом Питера. Ух ты, правда на Питер похожи. Ребят, смотрите, какой дворик. Ну а там, собственно, кафе, здесь лавочки и все очень свободно, где удобно. Там сидим, вечером зажигаются лампочки, огоньки, такой мимими, что вам просто очень захочется здесь подольше посидеть. Пойдем посмотрим. Класс. Трамп. Да, только не через U, а через A, поэтому никакой связи с Америкой. Никакой ассоциации. О, yeah. В каждом среднем по Праге кофе в районе 60-70 крон, то есть это 2-3 евро за капучино, плать-вайт или что-нибудь интересное. Вот сейчас рекомендую летом, особенно в жару, брать тоник эспрессо. Потрясающий напиток, освежает, бодрит. Просто смешивают тоник и шот эспрессо. Такая штука. Класс. Это очень туристический рынок, но все вот эти вот ягодки, посмотрите, как влево разложено, все красиво, можно здесь купить и с левой стороны там кранчики помыть ягоды и посидеть в центре города, пожевать в тенечке, набраться витаминов и сил для других открытий. Вас застрелили из банана только что, вы... Класс. Не бабушкины чешское стекло, а именно современное, крутое, если помните, такого турка, который солит мясо, тут у него в ресторанах и взят эти люстры по стилозу, пойдем посмотрим. Ого! Слушайте, так он не обманул, друзья, смотрите, какая красотища. Еее. Да, по пару миллиончиков просто люстры. А у меня одна туристка говорила, что хочет купить в Москве одну комнатную квартиру, чтобы повесить эту люстру, и чтобы она просто на целую квартиру висела одна люстра, и она на нее приезжала посмотреть. Что ты заказал? Один бокал черного тебе и один бокал алкогольного себе. Пиво из танка, вот здесь видишь, написано танк номер два. Что это значит? Ну, танк это вот эта бочка. Он наражен, то есть, когда он привезен, и сколько дней он здесь лежит, то есть два дня, два дня с момента приготовления пива полежало, и привезли его сегодня, 21.08, как раз вот сегодня привезли, вот и вчера в 22.00. Очень мягко идет налив, можно контролировать уровень пены, потому что налив пива в Чехии это целое искусство. Вот как в Италии баристы делают правильный капучино, правильный кофе, точно так же в Чехии правильно нужно налить пиво. А это умеют делать не все, вот в заведении, в котором мы находимся, называется она локаут, как местный, да, локал. Соответственно, умеют это делать, и делают это очень хорошо и качественно. Рекомендую. 0.33 и поллипро. Прочокаться. Давай. Я вообще пиво не люблю, я больше по винишку. Ой, вы же, я вслух сказал, да? Я не ценитель пива, но те люди, которые приезжают в Прагу, наверняка захотят продегустировать, особенно любители пива. И в Праге, как сказал Вова, это одно из лучших заведений, где можно это, собственно, сделать. Есть два сорта пива. Она всегда свежая. Белое пиво, светлое, да? Светлое пиво и черное, вот, которое у меня включает. Да, и если подвести челдук под вот этим всем словарным полетом Ани, два пива наливает. Первое, ползень. Это пилснер уркел, я думаю, что многие его слышали. И черный козел. Вот здесь наливают черный козел, нефильтрованный. Вот он у Ани. Он по вкусу будет вам напоминать квас, потому что есть очень сладкие такие ноты. И абсолютно не грузное, то есть не хмелящее пиво 0.33 сделает только Прагу ярче и жажду талит. Насчет козла. 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 Насчет козла. То, что продают в России на прилавках и называют чешский козел, не имеет ничего общего с настоящим чешским пивом. Он как бы варится в России чуть-чуть по другой рецептуре, поэтому вкус будет отличаться. И это как раз-таки тот важный момент, когда можно приехать в страну, где продукт был придуман и попробовать его оригинальный вкус. Поэтому на здравие. В Праге довольно большой выбор жилья, но в центре слишком многолюдно и очень много туристов. Вот Олег, к примеру, Олег живет на Праге 7, и этот район как нельзя лучше отражать дух Праги. Вообще в Чехии, если вы хотите выбрать не такой туристический район, но при этом почувствовать дух Праги, то было бы неплохо поселиться на Праге 7. А что, какие тут достопримечательности рядом есть? Хорошие пивные. Хорошие пивные. Здесь Литенские сады, правильно? Литенские сады. Литенские сады. Красивый парк. Ну, тот парк, наверное, тут не для туристов, он больше для местных, а Литенские сады очень прикольные. Биргарден, где можно посидеть, пивка попить и посмотреть на Прагу. Еще тут 20 минут неспешным шагом до центра можно не пользоваться даже никаким транспортом. Теоретически, да. Вот так. Отстанет меня женщина. Время 5.45. 5.50. Уже почти 6 утра, что тут говорить. Мы на Карловом мосту. Ребята привезли меня сюда с самого утра. Для того, чтобы я посмотрела это место без туристов. Но, как видите, я не одна. Такое желание изъявляю. И туристы уже потихонечку начинают подтягиваться. Вот эти вот местные. Говорят, что в данном случае на Карловом мосту никого нет. Вот этот вариант, это называется никого. Так что мы сейчас подождем, когда выйдет солнышко. Когда выйдет солнышко, испадут наши мешки под глазами. Потому что мы еще пока выглядим немножечко заспанными. И, ну, и все покажу, собственно. Красавчике. Ох, потянулся. Доброе утро. Да, привет. Мы у стены Джона Леннена. Да, был такой певец. Погиб. Начали писать песни его, Вирику на стене. Ну, а позже уже стала эта стена, стеной борьбы за независимость, так как в основном писали здесь студенты. А сегодня сотни и тысячи криворуких людей приезжают делать гадости на этой стене в виде каракуль. И лишь единицы творческих за год людей приезжают делать красоту. Вот, например, как вот эти крутые маски. Они керамические, очень классно выглядят. Правда, две уже потерялись. Там сверху вот эта вот мозаика тоже очень классная. Она много-много-много лет уже живет. Крестим пальцы, что я не зарисую. Вот, если будете ехать в Прагу, можно порисовать. Ну, давайте что-нибудь красивое, чтобы стена пошла. То есть свободно можно рисовать здесь, да? Да, 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 каждый может свободно порисовать, без проблем. Давай порисуем. Я не умею рисовать. А ты умеешь? И я тоже рукожопа в рисовании, поэтому я этого не буду делать. Запомни, жрите. Ну и пошлите дальше тебе. Хорошо. Время 6.50. Солнышко уже вот такое... Время 6.48. Ага. 6.49. 6.49 время. И солнце вот такое красивое стало. Осветило Прагу золотым светом утренним. Просто невероятная красота. Здесь с этой стороны моста есть детская площадка с хорошими качельками. Здесь можно прийти покачаться, как вы видите. И Сбовый делать фотосессию, потому что он еще и крутой фотограф. В память того, что он хороший человек и такой довольно... Эрудированный. Эрудированный, да. Эрудированный и... Красивый. Да. Меня учили, а нужно себя хвалить. Правильно, учили. У меня утром с подбором слов какие-то проблемы, а у Вовы, как видите, все хорошо. Поэтому его можно гидом брать даже утром. И он вам устроит чудесную экскурсию и фотосессию. И, может быть, даже еще чего-нибудь, озвучку, например. Завтрак. 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 Эта страна Карлова моста очень крутая, называется Малостраном. И ходите сюда именно на рассвете. Тут кайфово. Можете покататься, как Аня сказала. И увидите очень много крутых мест, которые будут свободны, не будет людей. И просто, поверьте мне, Прага с утра это абсолютно другой город, который вы полюбите просто с первого взгляда. Парни, почему вы странно ходите? Ну давай что-нибудь красивое. С этим у меня проблемы. Хорошо. Мы приехали на обзорную площадку. Пражский град, да? Да, Пражский град, президентский дворец, панорамные виды, красные крыши. В общем, все то, что нужно туристу. Нет никого. Обычно здесь стоят днем, после 10 утра очередь на час, на полтора, бывает на два, на вход в Пражский град. Потому что там рамка металлоискателей, все проверяют. И поэтому, опять-таки, еще один повод проснуться пораньше и именно сюда прийти. Я не слышу. В поле четыре года. И вакши. И вакши. Окей, стоп, Маркес. Это супер, супер, супер. Вот это. Этический собор. Собор Святого Вита. Да. А там Зигмунд сейчас бомбывает. Бомбывает. Колокол Зигмунд? Да. Там вот башня заедет. Влада Ульчика, нас запустили сюда совсем ненадолго сделать фотографию. Мы, конечно же, поступили иначе. Мы сделали видео. Да, мы знаем, мы знаем. Закрыто говорят. Ну, у меня есть отсюда, слава богу, видео. Я вам сейчас вам покажу, как всегда. Да. Вот по такому волшебному жесту. Оп. Название улочки досталось от ювелиров, некуда живших здесь. Также здесь были дома чеканщиков, рабочих ремесленников. А в начале 20 века в одном из этих домов жил сам Франц Хавка. Сейчас здесь находится множество сувенирных магазинчиков и маленьких домишек с музейными экспонатами. Сейчас мы находимся в домике, очевидно, какой-то двойник. У меня тут много одежды, маникем. Я там занималась шитьем. Тут очень мило. Это пространство, конечно. Вот здесь, конечно, очень пражно. Пражно, пражно, пражно. Самая лучшая обзорка, да? Ну, одна из крутых, да. Самая популярная. Днем тут не протолкнуться, вот с утречка можно подойти. Кстати, утром очень красивый голубой свет. Не думаю, что днем есть такое освещение. Чудесно. Отбивочку и начинаем. Давай, поехали, отбивочка. Вов, я знаю несколько людей, лично знаю, которые говорили, Прага, что делать в Праге? Это скучный город, город стариков. И вообще он неинтересный и грязный. И тут слишком много суеты. И, в общем, как может Праге не понравиться? Вот этого лично я не понимаю. По какой причине такое происходит с людьми? Есть категория людей, которые просто по своей наивности попадают в такие просаки, которых разбросано. Про что? Ну, короче, в неприятные ситуации. Я знаю. Которых много в Праге есть. Первое – это прилет и заказ такси, когда могут обмануть ценой. Таксисты сразу же, да? То есть ты прилетаешь и в первые минуты тебя… Да. Потом приехать в центр города и либо зайти в кривой обменник, где возьмут комиссию, либо поменять на улице, где вообще тебе просто левые деньги дают. Вот, кстати, важно. В какие обмени ты нужно заходить? Чтобы точно тебе поменяли хорошо. Их называют арабскими, их несколько по городу. Просто, как приходите с купюрой и показываете, сколько, спросите, сколько будут. Они должны дать чек, в чеке должно быть написано. То есть, ну, просто с головой делать это все дело. Второй, третий, подожди, третий момент получается – это поесть. Поесть в Праге есть много где, несколько тысяч заведений, но особенно в центре грешат тем, что вкручивают дополнительное пиво, либо еду дополнительную, которую вы не заказывали, либо нахомят, либо будут требовать чаевые. Поэтому всегда нужно выбирать ресторан, чтобы не было видно достопримечательность. То есть, ну, если около Карлового моста вы сидите, соответственно, платите больше, потому что вид, и не обязательно за вкусное. То есть, это вот эти моменты. Ну, естественно, выбирать лучшее время для прогулок. Днем Карлов мост, площади, Пражский град – это просто массакра, здесь нечего делать, здесь толпы людей. И мне самому, как местному жителю, неприятно находиться, потому что, ну, ты не получаешь никакого удовольствия. И можете устать от толпы и не получать радости от самого города. Конечно, конечно. Абсолютно, абсолютно. И это может быть прям вот очень отторгающим фактором. Будет казаться, что в Праге постоянно так много людей. Но это не так. И просто нужно немножко с мыслью о том, как живут люди, что они делают. И если днем идешь гулять, то не идешь в центр города, идешь где-то в парк, особенно если касается лета. Есть много мест, куда можно пойти помимо центра города. А в центр города, как мы сегодня сделали с Вовой, мы пошли в утро. В 6 утра, в 5 утра. Чудесно. Вообще никого нет. Входишь и кайф получаешь. Да, и вот такая Прага понравится обязательно. Ты полюбишь, полюбишь. И ты полюбишь, и тема полюбишь. Я уже давно полюбила. Так что, ребята, не верьте тем, кто говорит, что в Праге нечего делать. Это абсолютный бред. Это неправда. Потому что Прага прекрасный город. Замечательно. Здесь живут понаехавшие, но прекрасные люди. С настоящими чехами я не знакома, к счастью или к несчастью, я не знаю. Но вот этих ребят, которые здесь живут, я обожаю и очень советую. Вот, например, человеку. Да. Уже который раз я тебя советую. В общем, обращайтесь. Вова не даст вам соскучиться и даст вам много хорошей информации и настроения. Все верно. Все верно. Посмотрите в инстаграмчик. Ссылочку Ани вот где-то здесь оставит. Или в подписи. Да, где-то здесь. В описании. Там все будет расписано, написано. Поэтому в Праге можно кайфануть, как она это делает. И отбивочка. Отбивочка. Пу Bali» Юн. Аня. Аня. Давай я�면. Я был в рыбчаке. Наше велосипдие.